Мы, дай вера, мы уходим в морскую пучину Дай руку мне, может быть, нам не свидеться вновь Мы, дай вера, и на то есть простая причина Раз и навсегда с морем нас подружила любовь Субтитры создавал DimaTorzok Поселение Акра находилось на Кирчевском полуострове Неподалеку от сел Заветное и Набережное Акра – загадка античности, поселение на берегу Черного моря Она упомянута и в античной лодце Черного моря Поиски Акры известны еще со времен Екатерины II В конце XVIII века академик Палас поместил древнюю акру в точке, где проходит незримая граница между водами Черного моря и Керченского пролива на мысе Токим Как оказалось позже, это было ошибочное мнение В этом месте было обнаружено другое античное поселение – Китей К началу XX века практически все древнегреческие города были нанесены на современную карту Керченского пролива Только один город – Акра – никак не давался исследователям Одним словом, античную акру следовало искать на берегах Керченского пролива И поиски увенчались успехом только в 1981 году, да и то случайно На песчаной полосе, отделяющей Янышское озеро от моря, везучим школьникам было найдено 150 античных монет Босфорского царства У груды камней, напоминающие остатки стены В 1982 году, после проведенной аэрофотосъемки морского дна, под Янышской пересыпью были обнаружены остатки строений – башни и стены довольно крупного затопленного города На расстоянии 600 метров от пересыпи была обнаружена искусственного происхождения каменная гряда, защищавшая Акру от наступающего моря С которым десятки, а то и сотни лет пытались бороться жители города, но море все-таки одержало победу За последние 20 лет в акватории Акры найдены сотни античных монет, украшения из бронзы и драгоценных металлов Детали шкатулок, замков и керамики – свидетельницы античной цивилизации Также были обнаружены места двух якорных стоянок с остатками греческих, римских и византийских акарей Для Андреевского флага Акра – уже вторая подводная археологическая экспедиция в 2011 году Первая была в Ольвии Поэтому порядок действия и подготовительную работу под водой мы уже знали Первым делом выбрали место После этого сделали при помощи нейлоновых шнуров трассировку обследованной площади Материал будет фиксироваться по отдельным квадратам и глубинам Выписка из дневника Андреевского флага Итак, накачиваем нашу лодку и устанавливаем двигатель С компрессором приходится повозиться Слишком интенсивно в этом сезоне мы его используем Следом проверяем помпу, рукава, шланги Все это надо пересмотреть и смонтировать Работы на Акре в чем-то будут похожи на экспедицию в Ольвии Правда, без нашего клубного катера Кинбург Слишком далеко пришлось бы на нем добираться по морю, да и недешево Лагерь мы устроили прямо на песчаной пересыпи Отделяющей от моря небольшое соленое озеро Территория пересыпи, судя по предыдущим исследованиям Входила в территорию древней Акры Так что, образно выражаясь, жили мы в древнем городе Начальник подводной археологической экспедиции на Акре Виктор Ваханеев так отозвался о нас В этой подводной экспедиции Андреевский флаг Показал себя очень профессиональной, мобильной И технически оснащенной группой дайверов Во время подводных работ с грунтососом Было найдено много керамических фрагментов посуды Бронзовые наконечники стрел и несколько античных монет А также с помощью грунтососа Сделали углубление на дне до 1 метра На определенном участке вдоль оборонительной городской стены В заключении Виктор Ваханеев выразил благодарность Дайверам Андреевского флага И высказал пожелания о дальнейшем тесном сотрудничестве Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok